Дезертир Дезертир Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Это твой звонок, командир. Что-то вы выберете, мы с вами. Наконец-то можно построить защиту от урона. И в улучшении брони, наконец-то, можно усиленные щиты сделать и сделать технические умения. Что вам дают усиленные щиты. Получается на 20 меньше урона. Но это то, что, помните, мы давно подобрали. Только сейчас смогли это активировать, потому что раньше не могли. Ревосстановление технических умений всего отряда снижается на 20%. Замечательно. Последнее у нас что? Тоже действие... Действие биотических умений на 20%. Я понял. Улучшение оружия. Здесь все пока по старинке. Ничего. Улучшить мы не можем, к сожалению. Было бы неплохо, но... Как есть. Денежек у нас, к сожалению, не так много. Но да. Мы все еще не помогли ему с Тучанкой и не помогли еще много с чем, кому, куда и так далее. Продолжение следует... Да, не за что, собственно говоря. Тем более, что вроде как ничего и не было. Ладно. Итак, важная просьба. Ганак Эшхал Эсквайр. Уважаемый господин или госпожа, проконсультировавшись с моими коллегами в Цитадели, я имею честь обратиться к вам с просьбой о перевозке крупного протеанского груза, обнаруженного на Илосе. Этот груз был признан опасным и заперт в карантине. Проверки показали, что все опасения беспочвены, но, несмотря на этот, карантин остается в силе. До тех пор, пока кто-нибудь не сможет оплатить экспертизу груза Министерством культуры. Зная о вашем интересе к протеанским технологиям, я буду рад передать вам большую часть груза, оставив себе меньше половины. Будучи батареанцем, я не могу поучаствовать в официальных мероприятиях совета, но если вы перешлете мне нужные для оплаты 20 тысяч кредитов, сделка состоится к нашей обоюдной выгоде. Прошу вас срочно предоставить мне реквизиты вашего счета для списания средств. С наилучшими пожеланиями, Гана Кэшхалл. А тут-то нам за что дали отступника и героя? Боже. Ладно. Осталось еще немножко. 50% в итоге мы можем пасть и улучшить. Улучшить. Ну да. Ну че, как у вас тут дела? Ясно. Пока ничего нового. Так, ладно. Но она нам в принципе ничего не скажет. Ну, как бы логично. Итак, продолжим набирать нашу команду. Я думаю, что это будет важно. Так. Насколько мне не изменяет память, здесь больше ни черта нету. Можем купить парочку зондов и закупиться топливом. Кстати, у нас 206 тысяч денежек. Что определенно хорошо. А, нет. Вот. Повелитель пламени. Не зря я закупился топливом. Иначе бы назад мог не долететь. Кстати, я не помню, что будет, если вдруг не долететь назад. Поэтому хрен его знает. Итак, аномалия. Я здесь все добыл. Но нам нужно... Нам нужно найти аномалию. Вот она. Обнаружена аномалия. На поверхности планеты обнаружена исследовательская станция, находящаяся в жерле вулкана. Системы хранения данных на станции действуют и могут содержать в себе полезную информацию. Внимание! Вулкан нестабилен. Соблюдайте крайнюю осторожность. Это будет интересненько, друзья мои. Ну, по крайней мере, я надеюсь, что меня высадят на нормальном транспортном средстве. Берем тебя. Оу, не-не-не-не-не-не. Берем тебя. И берем, естественно, морду. Ааа, светошумовая граната. Не хочу, если честно. Дезинтегрирующие патроны. Напор адреналина. Урон огнем. Урон от оружия, да? 40%. Так. Ну, раз криво мы прокачали, я думаю, можно прокачать и это. Зажигающий и оглушающий. Ну, так как чаще используем его. На сотню его повысим. В единицах урон 75. Так что это тоже очень даже неплохо. Здесь мы чаще используем вот этот. Поэтому, думаю, тоже можно улучшить. Не сильно оно помогает, но нормально. Дааа, нас выведут на нормальном кораблике. Радости полные штаны. Так. Мне нужно посмотреть, нет ли где-нибудь здесь данных. Ага. Вот там вижу, да? Да. Добываются они, видимо, отсюда. Ну, короче, ладно. Вижу еще одно данное, которое можно добыть. Ну, начнем с этого. О. Не, ну то, что нахождение здесь опасно, я как бы понимаю. Как бы все обрушается. И все красиво, но... Опасно. Я понял, понял. Так. Ну, просто надо все изучить. Вдруг мы что-нибудь полезное здесь найдем. Можем и ничего не найти, как бы. Какие-то данные нам в любом случае пригодится найти. Видите, не хочет он... Пролетать вперед. Но пока мы пробуем, мы пролетаем, и вроде все нормально. Так. Забрались наверх. Замечательно. Чуть не упали вниз. Еще более замечательно. Оттуда можно было выпрыгнуть, кстати, как видите. Здесь много ресурсов. Иридий, как я понимаю, в основном. И есть два типа... спуска. А я буду... По минеральному спуску проходить. Потому что не по минеральному смыслу мне проходить нету, я думаю, вы понимаете. Какой, как говорится, в этом толк. Там, конечно, безопасней. Но в итоге безопасней, кстати, здесь прыгать. Как вы сами, наверное, и заметили. Примерно так все это дело и собирается. Ага. Покинуть молот. Или бы войти в молот мы можем тут же. Пенициллин подобрать. Панациллин. Пенициллин. Я, знаете, я на всякий случай здесь сохранюсь, если вдруг мне потом не дадут выйти. Но, по-моему, здесь есть несколько данных, которые надо забрать. Поэтому все будет нормально. А вроде бы мы здесь даже встретить никого не должны. Доктор Кайша. Запись 1. Мы обнаружили очень интересную точку, расположенную под вулканом. Подобная нестабильная среда делает исследования крайне опасными. Открыть сейф. 250 кредит. Всего-то, ребят. Ну, уже могли бы побольше давать. То, что это. Бестолковые 250 кредитов, которые не нужны. По-моему, здесь что-то было. Было здесь что-то нехорошее. Так, в общем-то, мне здесь уже не нравится. Компьютер. Активировать датчик. Нет. Так, запись вторая. Проклятая планета, как будто звездная карта, которая указывает на руины протеана. У нас с алоэм всего несколько часов. Мы добыли все возможное, чтобы пока здесь не станет слишком опасно. Мы слишком поздно поняли, что вулканическая активность подписывает рентгенетически наши системы. Так, короче, если бы у нас только что-то было время, я верю, что здесь ключ к разгадке всего-всего чертова планета. Ага. Ну да, любой ценой, как он сказал. Ну да. Ясно. Ясно. Бежим! Давайте входим в молот. Нужно срочно отсюда выбираться. На любой ценой. Как он только что сказал. Ну, может, ресурсики подобывать немножко, я не знаю. Ну что, всем нужны ресурсики. Всем важны ресурсики. Ой. Так. Иногда здесь бывает нихрена непонятно и нихрена не видно. Мне нужны ресурсы. Мне, честно говоря, пофигу, что там подо мной взрывается вулкан и все равно успею отсюда улететь. Хотя, не знаю, меня, наверное, бы команда моя убила бы, если бы я так делал. Ну, в смысле, в реальных обстоятельствах. В игре-то вроде как мы можем спокойно делать что угодно, а тут... А че, по-моему, это было неплохо. Полученные данные с исследовательской станции установлены на местоположение доктора Кайша. Отряд благополучно покинул вулкан. Получено опыта, получено кредитов, получено иридия. Ну и, собственно, радуемся нашей замечательной добыче. Никто там с вами поговорить не хочет? Ну, почему-то я так не удивлен даже. Польшой маршрутизателл Эл-Колос, умирающий от синдрома Кипраля Дрелл, лежащий в океане и видел сон. Во сне к нему явился вдохновитель и указали ему путь его жизни. Дрелл видел волны и штормы, видел, что иногда вдохновители плыли рядом с ним, прорезая телами воду, а иногда оставляли его в одиночестве. Дрелл видел, что его времена одиночества были для него труднейшими из времен. И спросил он вдохновителей, почему он оставлен? И ответили вдохновители, источая ярчайший свет, не оставлен ты. В труднейшие твои времена наши тела несли тебя через воду. Дрелл проснулся и видел, что он излечился от синдрома Кипраля. Если вы последуете по светлому пути вдохновителей, это же может случиться и с вами вместе. Мы пойдем туда, куда идут вдохновители, и там, где их свет служит солнцем, мы станем звездами, что окружают солнце. Разошлите это сообщение шести своим знакомым, и осуществится ваше самое заветное желание. Сволочи. Надеюсь, этот адрес еще работает. Я обещал вам выслать данные по хранителям. Если обнаружу что-нибудь и узнал нечто важное, вы помните результаты сканирования? Похоже, хранители — продукт биоинженерии. И, судя по моему исследованию, материалы с корабля Сарана — Властелина. Они были созданы миллионы лет назад, теми же, кто создал Властелина. Возможно, вы не понимаете, насколько важное это открытие. Оно означает, что Тестадель, вероятно, не была построена протеанами. Она могла быть создана гораздо более древними цивилизациями под рассмотром хранителей. И более того, судя по моим генетическим изысканиям, эти создания должны были реагировать на что-то. На какой-то сигнал или что-то вроде этого каждые 50 тысяч лет. Можно отследить генетические изменения. Этого немного похоже на то, как кольца дерева отслеживают за сушливые годы. Так. Тот, кто это сделал, ну, в последний раз сигнал сработал, судя по всему, примерно ко времени исчезновения протеана. Скоро он должен сработать в очередной раз. Если эта старая техника до сих пор работает, она может предподнести нам несколько скверных сюрпризов. Я подумал, что вам следует об этом знать. Никто на Цитадели всё равно не будет меня слушать, Шорбан. Ну, как бы мы это и так знаем, в отличие от него. Но ему этого знать не следовало бы. Ладно. Проект поверили про пламени. Не просто же вам пришлось на коррумта, Шепард. Прононизировав подробнее добытые вами данные, мы обнаружили неожиданный факт. С корабля Розали были отправлены сообщения неизвестному адресату. Мы полагаем, что именно так где-то следят за доктором Кайша и доктором Алоэ. Кроме того, полученные вами данные позволили нам точно определить местоположение протеанских руин, которые искал доктор Кейша. Он был уверен, что там находится чрезвычайно важный артефакт Портеан. Мы рекомендуем вам как можно скорее отправиться туда, чтобы пресечь любую активность гетов. Что-то типа того. Собственно, я тут подумал. Наверное, на сегодня я закончу на этой серии. Но чисто так по приколу. Потому что серия, в принципе, получилась более-менее информативной. Тут еще много чего есть послушать. Поэтому я думаю, что информации на сегодня вам хватит. Пусть ее было не так много, как хотелось бы. Но, тем не менее. А встретимся мы в следующей серии. Поэтому всем удачи. И пока-пока, мои дорогие друзья. С вами был, как всегда, Дезертир. Надеюсь, вам понравилось. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok